Международная христианская солидарность Ливанские храмы и монастыри, пообщался с простыми христианами Сирии, подвергшимися притеснениям со стороны боевиков, поднявших оружие против мирного населения и законной власти. Во время встреч с нашими друзьями ливанскими они указали на то, что современный Запад, современная западная цивилизация стремительным образом деградирует. Маранитская церковь всегда опиралась на поддержку Франции. Так вот, по словам кардинала Бешара Бутроса Алираи, сейчас Запад перестал оказывать поддержку христиан Ближним Востоком. Тем более, что во Франции, по его словам, сейчас ситуация с религиозной свободой очень плохая в связи с тем, что был принят закон о легализации однополых браков, а христиане выступили против. Франсуа Алан, президент Франции, выступил скорее как противник позиции христиан. И, соответственно, по его словам, сейчас упование только на Россию, на русскую православную церковь. По его словам, Россия является тем государством, единственным в мире, которое, соответственно, оперативно реагирует на все события на Ближнем Востоке, связанные с притеснением христиан. В сентябре этого года мы планируем, сейчас формируем делегацию для поездки в Ливан и Сирию из представителей депутатов Верховной Рады Украины, Верхгостарственной Думы Российской Федерации, Общественной Палаты Российской Федерации, также представителей общественных организаций из России. Эта делегация должна будет в сентябре месяце посетить как Ливан, потом, соответственно, направиться в Сирию, посетить те районы, которые сейчас, если это будет допустимо по соображениям безопасности, подвергаются воздействию боевиков. Надеемся, что к этому времени там уже поджествует определенная стабильность и правительственные войска могут навести порядок. Также наш фонд открывает представительство на территории Бейрута, на территории Ливана в Бейруте. Об этом была достигнута договоренность уже. И, в общем, мы продолжаем работу. И здесь, в России, кстати говоря, проблема беженцев-христиан тоже очень актуальна. И в связи с тем, что нужно эту проблему решать, мы создали объединение общественных организаций, христианская защита. Наша задача – помогать христианам здесь, в России, на всех уровнях. Мы обратились уже к президенту Российской Федерации с обращением, с просьбой поручить Федеральной миграционной службе подготовить единый реестр всех беженцев-христиан и оказывать им целевую помощь. Ключевую роль в событиях на Ближнем Востоке продолжает играть сирийский конфликт. И именно сирийский конфликт сейчас является определяющим для судеб целого ряда стран и народов и конфессий, которые населяют этот регион. Арабская весна, которая происходила и в Тунисе, и в Египте, и в Йемене, и где угодно ещё. Но ведь последствия её действительно выглядят достаточно катастрофически. Вновь, как это происходило последний раз перед Второй мировой войной, стал вот этот вот пресловутый для Ближневосточного региона вопрос так называемых двух полумесяцев. Шрицкого полумесяца, да, проходящего от Ирана, Ирака, Сирии до юга Ливана, да, и Суницкого, проходящего через весь Магриб, страны Оливийского полуострова, и Турцию. И опять же-таки ту же самую Сирию. Вот на Сирии они очередной раз схлестнулись. То есть они схлёстывались в 40-х годах, в конце 30-х, в начале 40-х годов 20-го века, да, перед тем, как создавалась Лига арабских государств, и вообще решался вопрос о арабском единстве. И он стал сейчас. И получилось так, что шииты схлестнулись с суннитами вот в этот вот достаточно неподходящий момент. А между ними оказались кто? А между ними оказались христиане, которые как раз-таки от всего этого страдают. В Египте происходит ведь по сути то же самое, только там не сунниты и шииты, а там с одной стороны братья-мусульмане и салафиты, а с другой стороны вот эта вот либерально-демократически ориентированная молодёжь, которые также схлестнулись друг с другом. А кто от этого страдает? А как раз страдают от этого копты. Поэтому вот что в одном ракурсе, что в другом ракурсе, христиане вроде бы и не принимают участия ни на одной стороне конфликта, ни на другой стороне конфликта. А оказываются между двух зол. И от этого страдают. Во всех арабских странах были и в Ливане, и в том же самом остаются проблемы, связанные и с вопросами толерантности, и связанные с вопросами уживания на одной земле представителей различных этнических представителей и представителей различных конфессий. Но при всём при этом, конечно же, решать их вот таким путём, как их решают в Сирии или как их решают сейчас на Тахрире в Египте, это недопустимо, потому что это в большей степени своей ведёт только к деградации той социально-политической ситуации, которая происходит в регионе. Редактор субтитров А.Семкин